Почему мы едем из нашей любимой Турции, в которой у нас есть квартира? У нас оверстей. Каково тебе проштрафиться? Какие ощущения после прекрасного обеда? У меня как? Так, говорят, у нас была женщина-пилот. А Денис скачет. Так, мы с женой решили идти отдельно. Она еду там. Я где-то здесь. У нас оверстей. Сейчас будем пробовать проходить. Терминал другой. Не знаю, что будет. Короче, прошла я паспортный контроль. И мне дали бумажку. Я иду сейчас платить. Мы хотели с Денисом отдельно быть. А в итоге нас двоих все равно в один кабинет засунули. Но я прикинула, что я не с ним. Хотя у нас там, ну как бы, билеты рядом. Но два разных человека оформляли. Поэтому, вот, посмотрите, какая я красивая. Надеюсь, что мне не дадут никакой запрет. Так, мы поставили штраф 805 лир. Сейчас пойду оплачивать. Посмотрим, что дальше. Вот и Дениска платит оверстей. Мы сочек прикидываемся, что мы не вместе, но судьба нас сводит постоянно. Наши же заказы. О, бесплатная газировочка. Почему мы едем из нашей любимой Турции, в которой у нас есть квартира, животные в Баку? Мы находились в Турции 173 дня без визарана. А это значит, что у нас был большой оверстей. Первое. Мы купили квартиру в закрытом районе, если кратко. И пока он не открыт, мы не можем получить ВНЖ по собственности. Второе. Мы подавались на ВНЖ все-таки по аренде. То есть, типа, мы сняли квартиру и подали документы, но нам пришел отказ. Мы очень долго ждали нашего рандеву, а потом очень долго ждали письменного отказа. Где-то 14 февраля он нам пришел. Потом до 27 апреля мы его забирали, забрали этот отказ. И в течение 10 дней мы должны были выехать. То есть, сегодня 3 мая. Мы выехали в положенные 10 дней из Турецкой республики. Когда мы пришли на паспортный контроль, я сразу сказал, что у нас оверстей и мы хотим оплатить штраф. В этот же момент полицейский позвонил другому, видимо, полицейскому и нас отвели в какую-то маленькую будку. Мы решили с женой схитрить и пойти отдельно. Посмотреть, как работают законы в Турции. Потому что мы много раз слышали, что на разных людей накладываются разные штрафы. Приехали мы, значит, в аэропорт. Специально в 4 утра встала, накрасила, сделала укладку. Видите, тут все, руки, плечи закрыты. И пошли мы, короче, с Денисом отдельно. То есть, он там на одной паспортной контрольной, я на другой. В итоге встретились вместе в кабинете. Ну, прикинулись, как будто друг друга не знаем. Нас отправили на тот же самый кабинет платить. Потом пришли обратно. Так как у нас разные фамилии, догадаться, что мой муж и жена, невозможно. Потом мы оплатили штраф. Я пошел первый сдаваться, так как паспорт у них был на руках, у полицейских. И я прихожу с бумажкой, которой я оплатил штраф. Они выдают мне 2 бумажки, на которых было написано, что у меня бан. Я испугался, спрашиваю, на сколько у меня бан. Они говорят, на месяц. Получается, мне закрыли въезд на месяц. Как выяснилось, на таможне не важно, находились мы легально, условно. Потому что у нас есть отказ, вот это подача на ВНЖ, им пофигу. Для них это оверстей. На таможне, в принципе, им не важно, почему у тебя оверстей. То есть в Турции легально можно находиться от 60 и 90 дней максимум. Что-то хотел сказать, мысль потеряла. Полицейский меня проводил через паспортный контроль без очереди. И я ждал свою жену. И мне было интересно, дадут ли моей жене запрет или нет. В общем, выписали нам абсолютно одинаковый штраф, это 800 лир. И абсолютно одинаковый бан. То есть через месяц мне сказали, что мы можем уже заезжать обратно. Ну и зачем я тогда красилась, скажите мне, пожалуйста. Конечно же, я надеялась получить минимальный штраф, минимальное наказание. Но тут просто на самом деле рандом. Ну и мы летим отдыхать в Баку, без наших животных. Мы очень боялись, что нам дадут бан на 3, а то и 4 месяца. Мы очень рады, что это всего лишь 1 месяц. И можно с чистой совестью лететь отдыхать. Так, ну все, мы идем на посадочку. Наш самолет до Баку нас ждет. Спешл мил, это си-фуд мил, то есть морепродукты. Здесь овощи, какие-то морепродукты, креветка, рыба. Здесь что-то такое апельсивное, хлеб, всякая масса, сыра. Давайте вот это посмотрим, я ее же сама даже не видела. Здесь рыба, овощи, типа картошка какая-то. Какие ощущения после прекрасного обеда? Мне кажется, это самый вкусный обед, который мы ели в самолетах. Кстати, Саша нелегально провезла водить из Турции. Мы поставим, конечно, лисе-десятки, потому что это было действительно все замечательно. И, кстати, самолет у нас АТ-Робус на 320. Так, ребята, я уже настолько скучаю по своей собаке, что я не могу пройти мимо. Я увидела рабочую овчарку и решила вам ее снять, какая она крутая. Нам сейчас нужно поменять денежки. За 100 долларов мы получили 165 моно. Вот так вот они выглядят. Старые. Вызвали такси в приложении и смотрите, какие тут красивые стоят красные машинки такси. По полночным, сыним, сырым и далеким, самым белым, облаков кочевника. Сели мы все-таки в такси, потому что до автобуса нужно было еще идти. Где-то он стоит 5 моно за человека. И Денис зарегистрировался в приложении BOT. Там ввел свой паспорт и заказал такси. Там в приложении было показано цена 5 моно. Но так же автобус стоит. Вот мы ушли с водителем договора, где-то на 20 моно, то есть это 1000 рублей. Так, заселись мы в такой отель. Называется... Как называется-то? Я что-то забыл. Альфа? Короче, мы заходим, смотрим комнатки. Вот такая комнатка 30 моно стоит. Там балкон. А, балкон, да, есть. Симпатично. Кстати, хорошие отели с хорошим Wi-Fi. Наверное, все летает. Мы наконец-то добрались до нашего номера. И сейчас хочется сказать еще парочку нюансов и немножко подвести итоги. Перелет был прямой с Анталии до Баку. Заранее можно было выбрать места не за сутки, как у нас обычно в России, а сделать это гораздо раньше. Также можно было заказать себе питание на борт. Где-то 8 позиций, либо 9. И были еще платные позиции. Но вот мы выбрали обед из морепродуктов. Во все билеты включен багаж 23 килограмма и ручная кладь. Билет от Анталии до Баку обошелся нам в районе 20 тысяч рублей. Учитывая, что сейчас 1 доллар примерно стоит 80 рублей. Так, для чего мы выехали, в принципе, вообще из Турции? Во-первых, оставаться было бы опасно, потому что дали бы еще больше бан, если бы мы выезжали позже. Во-вторых, мы взяли письменный отказ, который мы думали, что сработает на таможне, на границе. И мы выйдем и без штрафа, и без бана. Мы купили квартиру в Махмутларе до того, как район закрылся. Когда мы приехали в Турцию, мы все-таки надеялись, что район откроется. Но этого не произошло, и мы решили сделать ВНЖ по аренде. Мы подали рандеву еще до 26 декабря. То есть до того, как началась вся эта шумиха по поводу того, что перестали выдавать ВНЖ. Но рандеву нам назначили только на 1 февраля. То есть примерно спустя 2,5 месяца. Это в городе Алании была такая большая очередь. Спустя примерно 2 недели мы получили отказ. Это было 14 февраля. После мы пошли в ГЕЧ и хотели забрать письменный отказ. Но нам дали лишь талончик на 27 апреля. Это получается еще 1,5 месяца. И мы думали, что мы находимся сейчас в Турции легально, и никаких санкций к нам не последует. И вот 27 апреля мы забираем наш письменный отказ. Но на таможне нам сказали, что все эти письменные отказы не работают. В итоге нам выписали штраф. Сделали бан на 1 месяц. Моей жене сказали, что можно будет заехать через месяц. Но я считаю, что нас спустят только по шарты-гирыж. То есть мы обязаны будем в течение 10 дней подать заявку на ВНЖ или на рандеву. Что интересно, что эта акция работает только один раз в жизни. То есть мы не сможем приехать так без туристических дней только один раз. Если мы хотим, чтобы у нас открылись туристические дни, то нам нужно будет подождать еще 3 месяца. То есть нам назначили рандеву, уже заведомо зная, что у нас кончатся туристические дни. То есть мы вроде бы не виноваты в том, что мы здесь остаемся. Мы могли бы уехать раньше. Но такие здесь правила. Или точнее отсутствие правил. Мы, конечно же, через месяц попробуем заехать. Почему мы выбрали Баку? Может быть для кого-то эта информация покажется полезной. Во-первых, как мы уже рассказали про авиакомпанию, очень дешевые авиабилеты и прямой рейс из Анталии. Второе, сейчас наше положение возвращаться в Россию, а мы уже покупали. На самом деле заранее мы купили билеты в Сочи. Мы планировали поехать в Сочи в эти же даты примерные. Но мы сдали билеты, получили небольшой там штраф и купили билеты в Баку. Еще что привлекало, что мы здесь никогда не были. Здесь хорошая погода. Здесь есть море, куда можно съездить. И можно попутешествовать и насладиться природой. В Азербайджане можно будет находиться целых три месяца без выезда. Но если вы планируете здесь остаться более чем на 15 дней, то нужно в миграционную службу показать, где вы сейчас находитесь. За вас это можно сделать отель, либо сами написать онлайн, чтобы не было никаких проблем при выезде. А то могут быть серьезные штрафы. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по поводу выезда с Оверстэем из Турции, как правильно посчитать, какие штрафы, пишите в комментариях, мы обязательно всем ответим. Что ж, давайте начнем обзор номера, в котором мы остановились всего лишь на три дня. Можно подзарядиться. Так, зашли в переулочки. Ис хотел с ним рамсить начать. Цены у них нет. Мы потолстеем. Жесть. Стоит, стрижет просто посреди парка, раскидывается.